Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visa.sam.ru И давайте я вам запишу в этом видео советы, которые следует знать туристам перед поездкой в Египет. Видео будет короткое, по существу, без всякой воды, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если оно вам понравится. Итак, поехали. Первое, что нужно знать, конечно, визовые правила. Виза в Египет ставится в аэропорту. Стоит она 25 долларов, либо может сделать электронную, также заплатить 25 долларов, получили электронную. Но бывают ситуации, например, ковидные, до этого, когда взорвали самолет, еще что-то, когда Египет отменяет визу. Вот на сегодняшний день, например, за визу платить не надо, в Хургаде, в Шарм-эль-Шейхе можно без визы, но опять, правила очень часто меняются. Смотрите по ссылочке внизу, но актуальные правила въезда в Египет, так как, к сожалению, я не могу изменить видео на YouTube. YouTube мне не дает, но если даже и будет нужна, то 25 долларов заплатите. Поэтому в Египет можно поехать спокойно, без визы можно находиться в Египте 30 дней, можно еще ее продлить спокойно, в местном офисе, бесплатно на 30 дней. Подробнее о правилах въезда в Египет есть отдельное видео, можете его посмотреть. То есть с визами проблем нет. Второй важный момент. Многих туристы, естественно, интересуют, когда лучше ехать в Египет. Вот, тоже отдельное видео записывал, сейчас коротко скажу, потому что погода в Египте интересная. Во-первых, 365 дней в году светит солнышко. Но, допустим, самое лучшее время для отдыха в Египет – это апрель, май, сентябрь, вторая половина сентября, октябрь, ноябрь. Летом очень жарко. Зимой достаточно холодный, прохладный моржный момент, на котором ошибаются многие туристы. Зимой в Египте в январь, февраль могут дуть очень сильные ветра. Даже песчаные бури вместо дождя. Дождей здесь никогда не бывает, может идти песок. Но температуру показывает, например, 23 градуса. Даже можете зайти на то приложение, допустим, Яндекс.Погода или другое, которое вам показывает 23 градуса, но ощущается, как 18-17 из-за этих ветров. И купаться очень некомфортно. Сейчас погода где-то 25 градусов. Но вот сами смотрите, я специально вам записываю вот такие ветра на пляже. То есть купаться не совсем комфортно. Так что будьте внимательны, когда вы выбираете время поездки в Египет. Чтобы не попасть под такие ветра, которые обычно январь, февраль и март. Часть месяца марта. Поэтому, если вы все-таки едете зимой, зимой цены хорошие, они ниже из-за этого. Едьте в Шарм-эль-Шейхе, если вы едете, например, вне сезона, допустим, январь, февраль, первая половина марта, ну, декабрь тот же, то в Шарм-эль-Шейхе температура на пару градусов теплее, чем в Хургаде. То есть море там теплее, и в Шарм-эль-Шейхе более закрыто вот от этих ветров. То есть вне сезона лучше езжайте туда, там будет чуть-чуть потеплее. Сразу важный момент, погода в Египте. Какую одежду с собой брать? Погода в Египте очень контрастная. То есть днем очень жарко может быть, в том числе и зимой, а летом тем более. То есть сижу сейчас в футболке, допустим, апрель месяц. Но вечером я хожу в спортивном костюме, если, например, ночью, я даже одеваю легкую курочку. Причем сейчас реально жарко, 27 градусов. Но вечером может быть 18 спокойно и прохладно. Почему? Потому что Египет находится в пустыне, поэтому очень резкие перепады температур. Так что берите с собой одежду, обязательно возьмите более теплую одежду, спортивную костюм. Она вам пригодится, кроме летних самых жарких месяцев. Вот, сразу еще важный момент, что делать. Погода очень днем жаркая. Даже и зимой. Зимой будет ведуть очень пронизывающий ветер. Вы можете сгореть. Первое время обязательно солнцезащитный крем, намажетесь. И не находитесь долго на солнце первый день. Очень-очень много знакомых, туристов. Пошли на солнце, не намазались от радости. А потом целую неделю болела кожа, облазили, обгорались. Я сам, когда первый раз поехал в Египет, еще давным-давно, тоже попался на эту ошибку. Мажете солнцезащитным кремом, особенно в первые разы. Очень важная особенность в Египте – это море. Вот так как таковых бесплатных пляжей в Хургаде, в Шарм-эль-Шейхе нет. То есть, когда вы выбираете отель, рассчитываете, что вы будете купаться на море только у этого отеля. И может быть прям очень узенькая территория, огорожена даже с каждой стороны. Вы просто не сможете бесплатно пройти на территорию другого отеля. Вот смотрите, территорию каждого пляжа ограничено. То есть на другой пляж вы просто пройтись не сможете бесплатно покупаться. И с другой стороны. Причем даже если 5-звездочная, она просто у вас будет большая и шире. Так что очень важно, выбирайте по отзывам именно море. Потому что на этот пляж вы всегда будете ходить купаться. Если хотите на другой, вам придется платить. За более-менее нормальный пляж в Хургаде 100-150 фунтов. То есть 500-750 рублей на одного человека. Просто за то, чтобы пройти на пляж и покупаться. Вот я, например, так как я здесь живу, у меня нет отелей своего с пляжем. Я хожу на нормальный пляж, например, в четверочку в Марлины. 750 рублей за сутки. Dream Beach 100. Но есть, конечно, подешевле. Но это будет, скорее всего... О, thank you very much. Oh, very nice. Very tasty. Вот мне принесли фруктовый коктейль. Классная штука. Рекомендую попробовать. Так что, когда выбираете отель, читайте отзывы. Потому что, например, если читаете отзывы, лягушатник, все загорожено яхтами, купаться негде. Вы либо все время проведете в этом отеле, либо будете платить деньги, чтобы ходить купаться просто в другой отель. Или вам даже там еду не дадут. А если вы будете брать, например, день все включено в другом отеле, это может от 1500 рублей у вас выходить. Ну, чтобы на хороший пляж в другом отеле, чтобы, допустим, вы могли там кушать все включено. Да, естественно, в Египте, если есть возможность, берите все включено. Это очень удобно. Это самый такой классный отдых в плане экономии денег. Ну, а если вы, допустим, живете или как-то не хотите, как я все включено, ну, естественно, я тут живу как два месяца, все включено, это не особо и по деньгам, и, естественно, по комфорту удобно. То еда в кафе такая же, как в России, вот коротко. Можно поесть за 100 рублей, например, в более простых местных кафе. Чуть в более цивильных кафе можно поесть за более дорогие деньги. Например, я взял куриный суп. Вот здесь он стоит 25 фунтов, 125 рублей. В другом кафе 20 фунтов, 100 рублей. Ну, в кафе попроще. Такая разница в цене. Если где-то местный, можно и за 15 фунтов, 75 рублей. Ну, это классно, это очень большая тарелка. Тут курица плавает, и можно наесться. Порции в Египте очень большие. Если вы заказываете в кафе, вот, смотрите, прям огромная, тарелка. Можете даже на двоих брать. И причем, вот, например, ну, салат у меня где-то выходит 150 рублей, 200. А если второй, можно за 200, 250, 300 рублей поделить его на двоих, если вы пошли куда-то погулять. В Египте, в принципе, вы можете сказать, снять как с банковские карточки, поменять доллары и евро. Ну, лучше брать доллары. Долларами даже можно здесь платить во многих местах. Например, если вы прилетаете, таксисту можете отдать долларами. Поэтому лучше взять наличные доллары и деньги на карте. Я взял, например, наличные доллары. Ну, если я уже здесь живу в третий месяц, у меня есть деньги на карте. Я их снимаю с банковской карты. Вот важный момент. Банкоматы иногда зажевывают карточки. Но это актуально для тех, кто здесь живет. У меня знакомые здесь 3-4 месяца живут. Вот у некоторых зажевывали карточки. Причем один банкомат может вам карточку по заявлению вернуть, а другой просто ее порежет для безопасности. Обязательно берите на всякий случай несколько банковских карточек, что я сам и делаю. Это редкий случай, но на всякий случай. Ну, так проще. Берите доллары и все. Доллары можно поменять. Посмотрите мои видео, а там подробно записываю, сколько денег брать в Хургаду, в Египет, цены. Доллары можно поменять спокойно в банкомате, официально, по курсу, чтобы вам никто не обманул. Давайте вам сразу дам совет, как не потратить денег больше, чем следует. Вот, очень туристы приезжают только первые дни, заметно, что вы приехали. Вот, даже мне очень заметно, что люди еще только белые, не знают, все ходят, спрашивают. В это время я буду называть прайз в 2-3 раза больше. И плюс, вы еще не знаете, где что стоит. Не покупайте сувениры в первое время. Вот только этот вам один совет сэкономит вам много денег. Если он вам сэкономит денег, и вы выберете потом гораздо лучший товар по меньшим ценам, верните, поставьте лайк, мне будет приятно. Напишите в комментариях. Вот еще. На туристических популярных магазинах, что в Хургаде, что в Шарм-эль-Шехе, вот я сижу в Хургаде, в кафе, все в несколько раз дороже. Особенно, если магазин написан сувенир огромными буквами, по-русски большой, все говорят на русском, внутри в несколько раз дороже будет. Опять, если вам хочется, в таких магазинах я рекомендую покупать только, например, какие-то, допустим, ювелирные украшения, ну что-то такое, что вы боитесь подделки. Остальное просто походите. Вот даже вы идете по центральной улице Шаратон, зайдите на смежную улицу, там также есть этот сувенирный магазин, только вам цены будут называть. Вот, к примеру, у меня сломалась селфи-палка, ну надо было быстро видео записать. В большой магазин сувенирный, мне там цены назвали в 5 раз дороже. Вот, не шучу, в 5 раз дороже. Конечно, можно было поторгаться, но мне назвали в 5 раз дороже, чем, например, я потом купил в местном магазинчике, то есть 200 фунтов, но потом он сразу 100 фунтов, ну в большом магазине, я в туристическом ее за 40 купил. То есть я купил селфи-палки за 200, а мне ее за 1000 хотели в сувенирном магазине продать. Вот такая разница. Такси. Такси здесь доступное. В Хургаде, в Шарм-э-Шейхе очень много такси. Вот что делать, чтобы не потеряться? Вот вам лайфхак, поставьте приложение Uber. Во-первых, вас не будут обманывать таксистов, во-вторых, вы в Uber можете забивать просто, допустим, адрес вашего отеля, он вас привезет к вашему отелю, чтобы не объяснять местным таксистам на новом языке, куда ехать. Плюс вы можете всегда сравнить цену Uber и цену таксиста, даже сказать таксисту, вот Uber столько-то. Он часто даже может чуть поменьше вам скинуть. Вот, сотовая связь. Я тоже отдельно видео запишу и про транспорт, и про сотовую связь. Здесь выжимка. Сотовая связь можете купить прямо в аэропорту. Сим-карту я просто, ну из-за того, что здесь живу, я купил себе с 12 долларов 28 гигабайт, но это для того, чтобы работать, видео записывать, заявлять, это очень много. Можно вполне нормально для туристического 70-дневного отдыха за 5, 6, 7 долларов. Orange, Vodafone, эти салаты, это местная связь, она чуть подешевле ивей. Orange, Vodafone такие известные, чуть подороже. Возьмите, это не будет дороже, чем на улице, ну вам надо будет искать, где, когда подключить. И важный момент, если вы возьмете в аэропорту и приехали не чартером, вы сразу сможете ее включить, работать через 5 минут, и поехать на Uber и не платить таксисту, который, естественно, видит, что турист не знает, будет вам называть цену, ну, мне назвал в 4 раза дороже, чем я поехал на Uber, ну, первоначально, потом пробовал торговаться, но я, естественно, выбрал Uber, забил адрес моего отеля, так как он меня еще привезет к моему отелю, мне не надо будет таксисту объяснять, куда ехать. И спокойно доехал, у меня с карточки снялся, ну, кто знает приложение Uber, думаю, поймет. То есть мне даже и деньги ничего не надо было менять, вот. При выходе из аэропорта можно сразу же подключить сим-карту с интернетом, вот у меня работает уже через 5 минут, тут сами выбирайте тариф, сколько вам гигабайт нужно. Я взял 25 гигабайт за 12 долларов, так как буду здесь точно больше месяца. Куда я советую съездить на экскурсии? Вообще в Египте достаточно дешевые экскурсии, недорогие. Например, Каир, Люксор из Хургады стоит 50 долларов. Из Шарм-эль-Шейха, например, ехать в Каир 6 часов, из Хургады 5. То есть сфинкса достигает в длину 200 метров. Конечно, видео не передают, но она огромная. Представьте, все это делали несколько тысяч лет назад. То есть когда вы выбираете экскурсионный отдых, имейте вот это в виду. Если в Люксор, то лучше в Хургаду, если, допустим, Иорданию, лучше в Шарм-эль-Шейх и Израиль. Если погонять на квадроциклах, съездить на морские прогулки, это без разницы. Ой, сори, Веймир Маш, мне как раз просто еду подносит. Вот. Еще пока не сбился, важный момент. В Шарм-эль-Шейхе, вот, Египт очень славится Красным морем. Оно и в Хургаде, в Шарм-эль-Шейхе одинаково. Но именно, если вы хотите послать рыб, прям дайвинг, снорклинг, это лучше в Шарм-эль-Шейхе. То есть подводный мир там на порядок лучше. Я был и там, и там. В Хургаде, ну, просто красивое море, а в Шарм-эль-Шейхе действительно потрясающие кораллы. Там можно даже на экскурсии, прямо у берега моря они могут эти рыбы плавать, в кораллах большие. То есть если вы хотите подводный мир, то лучше в Шарм-эль-Шейхе. И в Шарм-эль-Шейхе теплее. Ну вот, например, я вам сказал, что в Шарм-эль-Шейхе зимой теплее. Но некоторые, наоборот, из-за того, что в Хургаде нельзя купаться, очень бывают дешевые горящие туры. Именно экскурсионные люди едут, берут тур там на 5 дней. Но едут из Хургады день в Каир, день в Люксор. Ну просто на экскурсионный отдых, просто в тепло за очень-очень небольшие деньги. Так как в это время идут хорошие скидки после новогодних праздников, так как это не сезон. Как раз если хотите дешево, то вне сезон едьте. Ну вот, я вам рассказал все основные советы. Опять все было коротко. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. С вами был Борис Соколов.